В серии регулярных пожаров бушуют на улице Дьяконова, неизвестные в течение целой недели поджигают автомобили. За это время сгорели более пяти машин. Пока полиция в своих поисках бессильна, местные жители каждый день наблюдают за последствиями пожаров и подсчитывают убытки. Проснулся, услышала трески. Внучка старшего ей 18 лет. Без 15-3 время была ночь. Она посмотрела в окно, а там пламя, большое пламя. Она подбежала ко мне, говорит, бабуль, машина опять сгорит. Накануне же машину сожгли. Там две машины сгорело и вот это вот. Ну это уже беспредел, я считаю. Смотрите, вот обгорело. Вот дверца, смотрите. Нашу зажигательную смесью какую-нибудь, бутылкой кинули. Мы успели ее затушить. Один день возгорания было в садике. Стройматериалы подожгли. Второй день возгорания было в веранду подожгли. Третий день машину подожгли. Четвертый день там машину подожгли. Пятый день Матис подожгли здесь. В общем, каждый день у нас чудеса. Парень два месяца отъездил. Два месяца на машине. Машину купил. Его машину сожгли. Ну как вот можно? Я бы руки, ноги бы выдернул этим людям. Если их так можно назвать, конечно. Конкретно ко мне не относится, как какая-то либо месть. Потому что, в принципе, я человек мирный. Никому плохого ничего не делал. Просто я поставил свою машину. Я никому не перегородил. Никакой ни выход, ни выезд. Меня просто взяли ни за что. Сожгли мою машину, на которую я честным трудом не воровал. Ничего прочего. Я на нее заработал. За что? Это просто жгут пацаны. Кому делать нехрена. Они, может, ездят, развлекаются. Где они? Сегодня там, на северном, завтра на южном. Потом в втором САЗ-городе. Потом еще где-нибудь. Кто ее знает. И я вообще не могу понять, что это и зачем это. Я когда пришел в отдел полиции, говорю, да вы не переживайте. Это у вас уже, говорит, седьмое заявление. То есть мы там что-нибудь с этим сделаем. Просто мне как бы хотелось обратиться к нашему городоначальнику. То есть чтобы, в принципе, это дело взяли под их контроль. То, что уже просто на самом деле начинают жить страшно. Страшнее, чем в 90-е. Остается добавить, что полиция ищет хулиганов и может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.